Мы с вами сейчас проведем упражнение по развитию вот этого этапа побуждения к медиации. Я полностью согласен с Олегом в том, что действительно не хочет человек, что с ним делать, как сделать так, чтобы он все-таки пошел на эту процедуру. Ну, конечно, я думаю, что если совсем он уперся, и вы видите, что у него вообще нет интереса в этом, тогда все. Нельзя это делать. Но все-таки пока будет необходимо. Я здесь вижу следующую возможность, как можно человека убедить. Но вот единственная возможность – это речь. Произнести человеку речь. Хорошо бы устно, то есть ему буквально в лицо сказать, потому что вы подключаете коммуникацию, каналы дополнительные коммуникационные, интонацию, мимику, жесты, но можно и по телефону. По телефону речь сложнее. По телефону у вас только один канал остается, а два. Это сами слова и интонация. И мы сегодня с вами попытаемся развить именно такую речь. И я вам предлагаю следующее сейчас упражнение выполнить. Напоминаю, вот эти все-таки две наших компетенции – это интерес и особенность. Именно сыграть на повышение осознанности человека и сыграть на его интересе. То есть выявить интерес и повысить его осознанность. Если у вас в речи получится выявить его интерес и обратиться к его интересу и при этом повысить его осознанность, чтобы он понимал, где он находится и что сейчас происходит, то, я думаю, большой шанс успеха именно этой убеждающей речи. А это безусловно будет убеждающая речь. Итак, я сейчас вам, я все-таки решил обратиться опять к нашему произведению, произведению Гоголя, как повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Я вам зачитаю, чем все закончилось и призываю вас выслушать со следующей идеей, ну, со следующей задачей. Выявить для себя, какие бы аргументы вы привели к сторонам для того, чтобы они вошли в эту индиционную процедуру. То есть, пытаться определить, какие у них интересы у этих сторон, и, во-вторых, может быть, как сделать так, чтобы получить осознанность. Наверное, сейчас интересы будем работать с осознанностью чуть позже. Олег, вы понимаете, что вы? Нет. День был тогда праздничный. Я приказал рогожевую кибитку свою оставить перед церковью и вошел так тихо, что никто не обратился. Правда, некого было. Церковь была русская. Народу почти никого. Видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Свечи при пасмурном, лучше сказать, больном дне, как-то было странно неприятно. Темные притворы были печальны. Продолговатые окна с круглыми стеклами обливались дрожжевыми слезами. Я отошел в притвор и обратился к одному почтенному старику с посидевшими волосами. «Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович?» И в это время лампада вспыхнула, живее под иконой, и свет прямо ударился в лицо моего соседа. Как же удивился, когда, рассматривая, увидел черты знакомых. Это был сам Иван Никифорович. «Ну, как извините?» «Здорово ли вы, Иван Никифорович?» «Как же вы постарели?» «Да, постарел. Я сегодня из Полтавы», – отвечал Иван Никифорович. «Да что вы говорите, вы ездили в Полтаву в такую дурную погоду?» «Что же делать?» «Тяжко». При этом я невольно вздохнул. Иван Никифорович заметил этот вздох и сказал. «Не беспокойтесь, я имею верное известие, что дело решится на следующей неделе, и в мою пользу». Я пожал плечами и пошел узнать что-нибудь его Ивана Ивановича. «Иван Иванович здесь, – сказал мне кто-то, – он накрылся». Я увидел тогда тощую фигуру. «Это ли Иван Иванович?» Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно белые, но Бекеша была все та же. После первого приветствия Иван Иванович, обратившись ко мне с веселой улыбкой, которая тогда всегда шла к его воронкообразному лицу, сказал. «Уведомлю ли вас о приятной новости?» «А какой новости?» – спросил я. «Завтра непременно решится мое дело». Палата сказала на верное. Я вздохнул еще глубже и поскорей поспешил проститься, потому что я ехал по весьма важному делу и сел в кипятку. Тощие лошади, известные в мир городе под именем Курьерских, потянулись, производя копытами своими Погружавшиеся в серую массу грязи, неприятные для слуха звука. Дождливые львя, но на жидар, сидевшего на позлах и накрывшегося ракушками. Сырость меня приняла мазкость. Печальная застава, сгудкаю, в которой Бори чинил Сирые доспехи свои, медленно принесла силу. Опять тоже Погрин, местами изрытые, черные, местами зеленеющие, мокрые галки и вороны, однообразные дождь, слезливые без просвету неба. Скучно на этом свете, господа. Итак, я вас прошу в течение одной минуты написать те аргументы, которые бы вы могли привести. Давайте выделим одного. Это владельца ружья, владелец ружья у нас кто? Иван Никифорович. А какие бы аргументы вы привели Ивану Никифоровичу для того, чтобы он согласился прийти на медицинскую сессию? Иван Никифорович. Так, племя стекло. Необходимо еще? Олег, есть у вас? Нет. В принципе. Ну, можно в дозумности. Итак, пожалуйста, Олег, ваш концепт. Концепт аргумента. Ну, я как речью или? Нет, одним словом пока. Одним словом. Речь выбор. Без суда. Без суда. Без длительных судебных тяжб, судебных расходов и сдержек. Без официозной атмосферы. Выматывающей его. Вот эти длительные процедуры, которые можно соблюдать. Без жестких рамок. Без вот этого. Без суда. Хорошо. Олег, корректно. Под этим? Это вы принимаете? Под концепт. Без суда? Ну, дополняйте уже, да. Хорошо. Оля, сможете подвергнуть сомнению этот аргумент, если Олег приведет его Ивану Никифоровичу? С точки зрения Ивана Никифоровичу? Да. Ну, если Олег проговорит это, Иван Никифоровичу. По-другому я не сказал без суда. С аргументами. Не надоело, например, все это длительное. Сейчас, сейчас. Это обязательная процедура. Ему нужно именно судебное решение о том, что он прав. Он не подвергает сомнению, что он проиграет этот суд. Ему нужно решение, обставленное судом, что он прав. Именно суд. Ему нужно. Судебное решение. Почему? Ну, потому что он уважает этот суд. Считает, для него это много значит. Ну, мне кажется, Оля, у вас было два направления критики. Правильно я понимаю? Или вы на одном оставились? Олег, вы слышали два равенна? Ну, что ему судебное решение важно. Это второе равенна, это первое. Первое, что он не сомневается, что он прав. Не сомневается, что правда. Ну, по какой победе критика? По первой или второй? По первой, что он. Ему нужно им судебное решение. А! Что ему нужны все судебные решения. Да. Вы на чём остановитесь, что именно так? Что ему должны судебники решить? Потому что он так долго этого добивается? А я к вам понятна критика? Поля говорит так, что он уже вошёл в эту процедуру, в судебную процедуру, много туда вкачивал ресурсов, денежных, как мы там знали, на больших временных, и ему теперь уже это стало целью. Целью его позиции именно судебное решение. И когда вы будете говорить, что суда не надо, вы отбираете его ценность. Потому что для него ценное решение. Судом он тогда уже всё вложил. Очень многое вложило, ему надо именно это. Вы вкладывали, 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 а потом же, а всё, это бросаю и до другой. Мне критика понятна, но она действует по аргументу совокупности все. То есть я же не буду говорить только суда. Хорошо, и другие аргументы понятны. Но мы вот именно про этот аргумент. Он сам по себе является ценным? Ценный, как аргумент, любишь ты. Отдельно нет. Хорошо. Он будет усиливать какой-то другой? Другой. Если он не является ценным Ивану Никифоровичу, он усилит другой? Другой, да. Вы знаете, вам нужен этот фломастер, а к нему ещё есть афишка, которая вам не нужна. Как вы думаете, если он на фломастер, который вам нужен и афишку, это усилит убеждение? Ну вот это усиливает? Желание иметь пломание. Усилит это? Усилит. Могу проверить на ней, как он пишет. О, ну вот вы креативно. Хорошо. Ну, критика понятна, да? Понятно. Ну, посмотрим. Оля, какой у вас концепт? Оперативность. 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 Ну, чтоб быстро. Ну, проверяем концептуализацию, как я помню. Олег, вы понимаете, что такое оперативность? Как аргумент? Как вы можете выяснить? Поясните, что это за аргумент, который подействует на Ивановский ключ? Второй вариант длится долго, а тут моментально, можно сказать, решится. Оля? Олег, вы пытаетесь там верхним сомнением? Ну так же, если для него судебное решение, но оперативность в обоих сторонах он скажет… А они не занимаются, не тот, не другое что, в другую сторону? Да, он скажет, оперативно мою сторону решить вряд ли. Что это? Ну, Оля, вам понятно? И критика? Олег? Что он не верит, что это возможно решение быстро в него скинуло? Правильно он верит? Ну да. Он не верит в быстроту. А раз он не верит, значит, аргумент на него не совпадет. Если он уже в режиме ожидания. В суде длится, так, здесь. Он просто не поверит. Критику. Согласен? Ну, это его не убедит, значит, другое что за этим стоит. Откуда ноги растут? Не только это, а в совокупности. Я так. Опять. Конечно. Фломастеру. Ладно, я вообще фломастер. Уберем фломастер. Уберем фломастер. Возьмем пятнадцать афишек, вообще нафига не нужно. Как вы думаете, пятнадцать нафига не нужных афишек будут вместе сильным аргументом? Нет, вообще нету. Сами по себе. Пока нет фломастера. Нету фломастера. Нету фломастера. Нету фломастера. Нет, вот нет. И этот к чему-то, и этот к чему-то. Нет, а у нас одни афишки. Сами по себе, стопка афишек может быть аргументом сильным? Давайте другой вопрос. То есть идея такая, негодные аргументы в совокупности не дают годные аргументы. Главный сказать и все. Остальные вообще... Дайте мне главный. Выбросить. Дайте мне главный. Хорошо, давайте. Итак, вам нужно время или уже? Нет, ну есть, давайте уже проработаем. Давайте. Сомнения. Сомнения. То есть я за этим спешу? Не спеши. Может здесь несколько компетенций развеем в ходе упражнений? Вам понятно концепт сомнения? Вот прям у тебя как? Вот четко есть. Я бы упозь делал, акцентировал внимание, что на сомнении в исходе дела. Угу. Чтобы было бы пользами. С чего вы взяли, что сомн придет вашу сторону? Ну, наверное, здесь я так вижу, через повышение осознанности. Вот вы такой верили, а вы реально подумаете, у вас первое дело? Сколько уже делали? Вы уже сколько было делали? И какие были решения? Все состояния и здоровье. Другие? Нет, пошли другие. Нет, пошли другие. Давайте осознанность именно в сомнении. То есть подвергнуть сомнению его столб, его позиции, что вот сейчас я уже суть кипотекста. Кипотекста, да. Он говорит, что ему каким-то образом стало известно, что дело купило поздно решено. Он говорит, что это может подвергнуть сомнению. Именно вот это его уверенность. Какие-то фразы, какую-то речь произнести, чтобы это сомнение подточить это сомнение. Есть критика? Ну, лучше поставляем. Ну, как вариант. Пожалуйста. Есть ли еще? Есть? Поехали. Давайте. Закончить. 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 Понятно, что это за аргумент такой «закончить», который концептуализировал слово «закончить». Как Вы думаете, есть ценность для Ивана Никифоровича это закончить? Я думаю, есть, да. По его поведению он чувствует, что он устал, он на него вымутал от этой тяжбы. Церковь там посидел, тот похудел, этот по… Ну, видно из его речи, что он понимает, что это тяжело уже. Да, там небольшой вздох. Он сказал, там, тяжба, он так вздохнет. Вздохает. Вздохает. Нет, вздохал Бога. Нет? В какой вздохал? В какой момент? Он сказал, тяжба. При этом я невольно вздохну. А что же сделать? Тяжба. При этом я невольно вздохну. Не беспокойтесь. Я имею верное известие, что дело решится на следующей неделе им в мою пользу. Что ему ещё говорить? Если он не будет верить, то смысл наш продолжать. А нет, верить это и… Всё-всё просыпется. Закончить. Итак, Оля, корректно? Да. Оля, можете подвергнуть сомнению и закончить, что у него нет такой ценности как закончить? Когда закончите? Хочет ли он закончить? А когда мы их мерили, у них же он был? Было, да. Да. Поведение, что это? Возвращение. Возвращение. Да. Вот он. Лицо знакомое уже. Табакевку. Да, да. Скорее всего, он хочет, конечно, закончить. Оставляй. Хорошо. Есть ещё? Олег, может мне предложить? Есть ещё? Олег, комфорт. Как бы вот. Комфорт. Опять же, вот внизу. Олег, комфорт. Ну, я понимаю, что здесь сразу много включено, комфорт. Здесь не то, что компетенциально, но и то, что и быстро, и удобное время, и место, и всё подберут сами там. Да, дополнительно. Да, проговорили здесь, что для вас создадутся все условия, чтобы было комфортно. Сели поговорили, там разрешили. А, то есть не как тогда, теперь-то сели. Да. Психологический, по-моему. Да. А никто не будет знать об этом, то есть в моём присутствии. Вы обсудите, может, в конце концов всё это закончится и... Ну, это уже вы закончите. Исходите. Комфорт. Хорошо. Подверните сомнению комфорту. Что это за аргумент комфорта? Аргумент комфорта. Ну, он одним словом сказал. Он может сказать, что это какое-то другое. Ну, вот это не будем о концептах, а вот об идеях. Как вы думаете идея? Можете подвергнуть идею комфорта с сомнению? Что если вы проводите аргументы комфорта, то они не подействуют. То есть это не те аргументы, которые здесь сложены. Нужно искусить. Знаешь, они в плохую погоду там едут куда-то в суд. Чёртый-чёртый куда, да. То, наверное... Ну да, Полтава – это же Мельгород, это им далеко ехать. Ну и шо? То есть оставим. Оставим. Правильно. Есть ли ещё? Давайте, чтобы мы откатали все. Чтобы убрали негодные, оставили действенные. Потому что речь будет минуту-полторы и больше. По телефону. Сколько дальше? Чё-то им звонить? Иван Кикарович? Много с ними не говоришь? Да. Да. Олег, есть у вас этот момент? Я вот по этому не помню. Они вообще всё промотали состояние или там что-то осталось? Чё-то осталось. Осталось, но... Ну давайте вот «сохранить» напишем. Там был такой элемент, когда он полез, по-моему, Иван Кикарович полез в кубышку. Ну, как бы полез за последним, за... Что он не трогал никогда. День. Иван Кикарович? Ну, в экономической дискурсе, наверное, мы теперь понимаем, что это сохранить. То, что значит. Сохранить оставшиеся, что ещё не брошенных под ноги правосудия. Нереальные, дополные, физические... Нереальные, дополные, физические силы, да. И сохранить отношения, может быть. Наверное, в экономике заседает речь. А вы будете, да? Скажите, а для него важно, для этих... Для Ивана Кикаровича вот это... Сохранить экономический элемент? Я думаю, для всех важен. Ой, какой-то интересный вопрос. Я думаю, для него важно. Можете аргумент привести? Ещё вы взяли. Думаете, что этому пану... Пан – это феодал. Ну, феодал – это дворянин, да. Ему важно денежное. Олег. 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 Олег – это ваша. Ваша сохранить. Оля корректно написала, что это? Ну, потому что я тоже, я об этом много, потому что я тоже это принесла в список. Корректно. То есть дальше с вами работать? Есть у вас аргументы, что для него важно сохранение финансового благополучия? Если я правильно понимаю. Думаю, да. Есть аргументы? Я не помню, там, по тексту. Ну, примерно. Ну, примерно, что ему нравится быть дворянством общества. Он образовывает какие? Ну, там, всё-таки, от состояния зависит. Продавившийся дворянин не будет вхож уже. А, то есть, он потеряет и деньги, он потеряет? И стартус, само собой, и всё. Да. Для всей души его, то есть, если он получше полез, то, там, естественно, уже он не может что-то себе позволить купить, и там, одеваться, и прочее, и прочее. Ну, да, там, вкусно написывает Гоголь, как они едят, что они едят, какие. Ну, не роскошь, но требует такого финансирования. Тем более возраст. Ну, это не молодые годы, когда он может насын собирать. А тут уже видно, что у него нет, ну, официальных наследников нет, кто за ним будет заботиться. И он может остаться на старости лет без беденов. Да, остаться на бабах. Ну, разорившийся дворянин, в принципе, в реалите. Реальные вещи. Ну, и реальные вещи. Угу. Оля, вы согласны, что на Иван Кирович подействует? Да. Хорошо. Оставляем. Еще. Все? Ну, эти последние, что-то можно, если есть? Отношения. 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 Олег, вы понимаете? Ну, понимают, конечно, это одно и преимущество медиации, что отношения с пиронизмом. Ну, в данном случае подействует Леонид Морникий Кирович. Ну, не знаю, уже у них отношения разрушены. Угу. То есть, они после всех судебных тяж, будут ли там, желания вообще отношения поддерживать. Ну, скорее всего, ему просто сохранить свое состояние и все, чтобы закончилось, а вот отношения ему уже, наверное, и не нужны с ним. Более понятно? Хотя Гоголь здесь описывает, ну, хотя он словами жителей, что эти отношения их дружеские были как бы образцом для подражания другим. Какие-то образцы были. Я думаю, что они об этом помнят. Какие-то образцы. Брещане помнят. Обрещание уже после всех судов и неприязнь испытывают. Он несколько эронично про это говорит, что, возможно, это были фиктивные дружеские. Ну да. Мы это не знаем. Иван Никифорович. Иван Никифорович. Ну, если в разговоре он скажет, что там с ностальгией вспоминать будет, что вот когда-то мы дружили. Кто скажет? Иван Никифорович. Иван Никифорович. Хорошо. Итак, ваша задача в течение трех минут подготовить полтора минутную речь для Ивана Никифоровича. Для Ивана Никифоровича. Вы уже сами смотрите, выбираете. Ну, вроде как не сомнение, ну, неподвижные сомнения. Закончить, комфорт, сохранить. Ну, кстати, четко, что написано. Без суда у нас была проблема. Оперативность тоже. Отношение под вопросом тоже. Значит, перед тем, как вы будете писать речь, я кратко скажу о ее содержании, о структуре этой речи. Потому что это обязательно. Для убеждающей речи. Это так называемая убеждающая речь. Меритарическая убеждающая речь. Она состоит из трех частей. Первое введение. Задача введения по телефону, вы будете звонить по телефону. Это зацепить человека, чтобы он не бросил трубу. То есть сразу же сделать какое-то вступление, чтобы он вас выслушал. Чтобы он перешел к основной части. Чтобы он даже дождался к второй части. Как его зацепить? Как сделать так? Он не захочет с ним говорить. Как зацепить, чтобы он дальше говорил? Что сделать? Что надо сказать? Это введение. Основная часть. Вы выводили, делаете вот эти аргументы, которые вы считаете нужными. И заключение. Это призыв. Чтобы в конце концерта выходить от него. Чтобы что бы он сделал? Какие вопросы? Чтобы он пришел в пятницу. Там-то, там-то. Будет ли вам удобно ко мне подойти и поговорить? Все. Есть ли вопросы? Олег. Здравствуйте, Иван Николаевич. Это кто? Меня зовут Олег Николаевич. Я являюсь независимым посредником. Кем? Посредником вырегулирования споров. Я знаю, что на протяжении многих лет у вас конфликтная ситуация с вашим давнишим приятелем. Да нет у него никаких приятелей. Нет. Олег, Олег. Алло. Да? Ко мне обратился Иван Иванович с просьбой посодействовать в вырегулировании споров, который... Вот в судье, в судье, все в судье. Завтра вот встретимся с ним. Иван Николаевич, вы хотите закончить? Да, завтра и закончим все. Уже решено. А вот... Уверенно? А, нет, нет. Алло. Олег. Что вы хотели? Иван Николаевич, вы хотите сохранить остатки своего состояния? У меня все в состоянии хорошо. Абсолютно? Конечно. Все в порядке. И со здоровьем хорошо, да? Да не жалуюсь, спасибо. А вы почему интересуетесь? Потому что видел вас и не очень как-то выглядите. Я предлагаю вам закончить давнишний спор, то есть комфортные ситуации вынести, вернее решить. Так решим же завтра в суде. А вы кто? Я независимый посредник. Ко мне бродился Иван Иванович. Он хочет найти с вами решение вашего конфликта, урегулировать его в конце концов без суда. Потому что он устал уже. Ну так ему и надо. У вас есть вообще какой-то интерес? Вы добиваетесь окончательного решения или что для вас главное в этом споре? Сказали. Главное. Чтобы он птичник мой больше не подрезал и он не падал. Чтобы он перестал вот так вот делать, как он делает. Натравил у меня весь город. А вы не хотите вот в комфортной обстановке сесть и обсудить? Что значит комфортной? Это значит, что удобное для вас время. Только вы и ваш оппонент в присутствии у меня как независимого посредника обсудите проблему. Что такое оппонент? Ну ваш недруг в данной ситуации. Нет, с недругом говорите? Ну, ваш противник в суде. С противником говорит в суде? Это в суде он у вас противник. А здесь вы встретитесь как противопоствующие стороны и обсудите проблему. Надеюсь, что найдете приемлемое для вас решение. Закончится все наконец довольно таки быстро и конфиденциально все будет. Ну давайте попробуем. Что делать-то? Давайте попробуем сначала определить время. Когда для вас будет удобно встретиться. Хотя бы на первой стадии обсудить, увидеться и... А чем на первой? Давайте определим время нашей встречи. Когда для вас будет удобно. А сколько это вообще займет времени? Вы сами можете определить это время. Сколько за вас? Ну давайте завтра вечером соблюдем. Сколько вы можете уделить времени? Ну часик, не больше. Хорошо. Завтра встречаемся. Во сколько вы скажите? Ну давай часа в четыре. В четыре часа встречаемся. А где? Встречаемся в помещении, которое будет... Ну, я не подумал. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Алло, Италия! В таком помещении, где не будет посторонних людей, будет комфортно, уютно и будет только ваш оппонент и я, В судьбе? Это будет по такому-то адресу. По какому? Улица Изобильная, дом 6. Это контора независимого медиатора-посредника. Хорошо, завтра буду. Спасибо большое, до свидания. Давайте обсудим, Илья, перед второй речью. Давайте пока Олег придет в себя после этого разговора. Оля, на что обратили внимание? Какие плюсы были речи, какие были минусы? Что было удачно, что ли? Удачно, что Иван Никитович не бросил трубку. Каким способом Олег это сделать? Ему, видимо, удалось привлечь внимание, что Иван Никитович хочет завершить это. И Олег сказал, не хотите ли ему завершить, закончить эту тяну в комфортных условиях и сохранить свои средства? То есть аргумент подъяснил? Да, мне кажется, да. Вы помните, какой был Олег Ивведений? Ну, представился и сказал, кто Иван Никитович? Ну, Олег проговорил свое имя и свой статус. Ну, конечно, некоторые слова были непонятны для людей, но все-таки, если человек официально представляется, уже официоз и трудно просто их оставить. Это же не подарец конфеткам. То есть, я думаю, что это удачный элемент, когда официально представляется, как бы, переходит на русло официоза, официальности. И там уже бросание трубок, уже не входит в этот дискурс, официальный дискурс. Официальный дискурс. Хорошо. И хорошо бы, конечно, в этот же момент, я не помню, был Олег или нет, обратиться по имени-отчеству. То есть, налаживается связь, два субъекта, два уважаемых субъекта официально поговорить. Там уже пройдут аргументы, не пройдут второй случай. А на чем это положить? Что было не очень, что можно было бы подправить? Про здоровье как-то. Как? Про здоровье. Да, я сказал, я вас видел, вы не очень выглядели. А что, вы, может, и засядете? С каждого, что-то странное. Я знаю, где вы живете. Надо было упорно сделать, потому что вы сдали силы. Суды вас отмотали, я смотрю. Не мотайтесь к францам. Ну, не важно, давления не было. Знаете как, это, то есть, недодуманно, как эта фраза в этом контексте может выглядеть. Нет, она может выглядеть. Она могла и так выглядеть, а и так. Она выглядела более о здоровье. Я бы импровизировал. А если бы я подготовил речь? А нет. Что вы сейчас делаете, вы будете делать всегда. Не думайте о будущем, о прошлом. Вот сейчас, что есть, то есть. То есть, мы сейчас выяснили. То есть, я обращаю ваше внимание, что, действительно, некоторые фразы надо продумывать, помещать их в тот контекст и представлять, как они в этом воспримутся. Если бы пожилого человека, хорошо бы, конечно. Если бы на здоровье этого клюнет, но другим надо будет другой формы. Здесь как и угроза звучит раз, а во-вторых, вообще, как антикомплимент. Я это воспринял не как угрозу, но как антикомплимент, я вас это плохо чувствую. Посмотрите, вам кто-то звонит и говорит, я следил. Здравствуйте, я вас видел один раз. Я вас видел один раз, и то вы на меня очень удручали, удручали. Я издалека на доме наблюдал, как вы еще живы, и меня их совсем плохо не понимают. Ну, Гоголь тоже там удивился, что он еще жив. Ну, он еще без Тихова. Какие-то отличия от вас. Отличия от вас, Иван Микифорович даже не сказал. Он вздохнул. Он вздохнул. Он вздохнул. Он вздохнул. Он вздохнул. Он даже пачем в боль. Хорошо, что еще какие? Олег, что вам? Как вам, Ваш Ильич? Не, ну, сумбурно немножко, конечно. Из чего? Экспровизация. Потому что раз вопрос, и с тобой как-то чувствует, что не проработал. Ну, надо четче аргументы и утвердительнее. А когда ты сам вопросы задаешь, это как-то монологом, а не вопросами. Ну, я думаю, знаете, вот я говорил про поводу плана. Ну, то есть, хорошо бы проговорить или прописать. Вот эти вот фундаментальные о чем говорят. Я не стал сейчас. То есть, чтобы их держать, створя внимание. Но всегда помнить, что речь не пойдет так, как вы рассчитывали. Потому что есть другой субъект, другой актор, и он по-другому может воспринимать. Чтобы вернуть на свое все равно. То есть, реагировать на его и встраивать свои аргументы в его речи. Ну, например, здесь, мне кажется, был в моей речи, куда с тобой встроился. Это мой интерес был, о чем я говорю. Вот это вот, простые фразы. Я обратил ваше внимание, что очень сложно эти термины использовать. Конечно, в нашем дискурсе здесь это понятно. Ну, посредник, это же не сложно. Я, наоборот, медиатор не стал говорить. Ну, вот и посредник тоже у меня. Знаете, если есть сомнения, в нашем современном социуме это все-таки негативная колорация. А как же надо было сказать? Ну, это так. Я примиритель. Ну, давайте подумаем, как вы родите. Ну, почему медиатор вас в смысле? Я медиатор, то есть тот, кто... Признуждаю к религии. Да. Признуждаю к миру, да? Ну, а можно вообще не обращаться? Я из коллегии медиатор. Он вообще обалдеет. Да, но это официоз уже. Ну, как бы это включит. И потом объяснить. Я тот, к кому обращаются, когда уже в сторону встали. Например, раз вверху это объяснить. То есть сказать... Ну, как-то и не устал. Сказать, ну, обратите внимание, я не обратился к нему. Я тот, кто... То есть это не к вам обращено. А потом уже, ну, чтобы он описать... Да, Иван Иванович, что встал? Да. Кто вы там... Предлагает вам. Да, вот был хороший, вот этот же элемент, когда вы, ну, о той стороне стали говорить, что он устал. То есть... Не знаю, легитимно это было или нет. Ну, возможно. То есть... Так оно для него будет, как-то. Ну, а раз он устал, значит... Ну, я в каком-то мере победитель. Ну, я же обратился к медиатору. Да. Ну, единственное, что та страна, правда должна была, так сказать. То есть обманывать здесь... То есть... То есть... В стороне устал? Да. В стороне он, так сказать. Да. В стороне он, так сказать. Пробойте использовать методы. Например, там, Иван Иванович, ну, на коллегах умолял, у меня, чтобы я вам посоверил. Сразу. Не пройдет. Хорошо. Пуле готова? Угу. Да. Я слушаю. Иван Якифорович, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Петровна. Я из коллеги медиаторов. И хотел бы с вами поговорить по поводу вашего давно затянувшегося спора с Иваном Ивановичем. Знаете такого? Да, да, да. Есть у нас такое дело. К нам обратился Иван Иванович с просьбой разрешить конфликт, который существует между вами. А почему он к вам обратился? У нас же суд вроде бы. Дело в том, что мы специализируемся на урегулировании конфликтов, которые затянулись, от которых стороны уже устали и никак не могут прийти к какому-то соглашению. Дело в том, что суд, про который вы упомянули, не всегда может решить такие конфликты. Так вот он к вам обратился или в суд его послал? К нам обратился Иван Иванович с просьбой помочь ему и вам урегулировать ваш конфликт. Вашу дамусть университет 40. Так это суд какой-то что ли? Это не суд. А что это? Я предлагаю вам несколько иной способ разрешения этого конфликта. У него есть ряд преимуществ и я хотела бы вам об этом рассказать. Дело в том, что в суде суд обязательно назначит какой-нибудь стороной виноватой. Часто суд не будет избираться в истинной суде вашего конфликта. То есть виновным будет либо вы, либо Иван Иванович. Нам бы хотелось, чтобы вы пришли к какому-то взаимопониманию и все стороны остались довольны. Ну вы же знаете, у нас уже долго это идет. Я не представляю, какие могут быть варианты. Я об этом же и говорю, что суд видимо не в состоянии решить ваш конфликт. Тем более суд, который затянулся наверняка уже стоит вам очень дорого. Гономическая составляющая здесь все же не нужная. А сколько стоит ваше? Я так понимаю это не бесплатно все? Наши услуги по сравнению с домом значительно меньше. А Иван Иванович будет оплачивать? Это все нужно обсудить на встрече, на которую я вас хочу пригласить. А встреча бесплатна? Встреча будет совершенно бесплатна. Ну что ж, ну а там надо будет что-нибудь подписывать? Мы с вами подпишем идеальный... Мы с вами подписываемся... Нет, я не буду еще подписывать. Как? Я еще не знаю ничего, что я понимаю. Я вас хочу приглашать на первую встречу, где мы с вами просто обсудим, как вы сможете нашей работы. А кто будет? На этой встрече буду я, как я и вы. А в то время? Да. А о чем будет разговор? О чем с вами будем договориться? Мы с вами будем договориться, а то сможем его обсудить. Встреча будет Иван Иванович. Алло. Иван Никитирович, я хотела бы вас пригласить на нашу встречу и обсудить эти моменты, потому что к телефону это не всегда удобно. А какая цель встречи? Я никак не могу понять. Найти пути разрешения вашего конфликта. Как можно скорее, как можно без больших материальных и моральных проблем, затрат, регулировать ваш конфликт. Хорошо, давайте попробуем. Удобно дойти? Ну, я пенсионер, то есть занят. Завтра у вас будет время? Да, завтра есть время. Один или два часа вы сможете уделить? Я понимаю, что у вас много дела. Ну давайте, да, час могу, час-полтора. Хорошо. Четыре часа дня вас устроят? А где это? Это недалеко, это в центре. Мир 15. Ну хорошо, хорошо. А Иван Иванович там будет? На этой встрече нет. Ну хорошо, давайте попробуем. Хорошо, с нетерпением до вас. До свидания. До свидания. Будет там две стороны вот на этой встрече или… Мне кажется, здесь надо его… По телефону здесь не заинтересуешь, а с ним надо коучинг провести. И да, побуждение вот именно проговорить. Тот, кто уже обратился, а здесь с ним надо. Нет, нет. Я думаю, что… Вот именно один момент, да? Ну единственное, там слабое место было, а что мы вдвоем с вами будем делать? То есть не совсем было понятно. Ну вот клиенту, у меня спорта не с вами, а что мы будем делать? Там, может быть, можно было раскрыть, например, чтобы мы поговорили, есть ли смысл проводить потом… Совместную встречу. Да, совместную встречу, что есть ли у вас точки пересечения, чтобы мы могли сначала с вами вдвоем поговорить. Узнать ваши интересы. Оставить с интересом Ивана Ивановича, да. И если в дальнейшем, да. Просто я ожидала вопроса, если вы сами не уверены, есть ли смысл в нашей дальнейшем, в чем мы можем там приходить. Можно просто сказать, чтобы вы как бы более… Нет, я хочу вам при этой встрече, если бы нет, сказать позицию Ивана Ивановича, и что он выразил именно заинтересованность. Он позиция Ивановича в суде там в сторону. Заинтересованность, да. Я прошу, чтобы он пошел бардак какой-то. Я прошу Олега высказать, что было хорошее в речи его и что было, какие недостатки. Ну, Олег уже хорошо, что использовал, что мы уже поговорили, там эти моменты. Ну, что акцентировал внимание, что на заинтересованности именно, что состояние, ну, денежные моменты вот эти вот, что… Уже много шло, да. Ну, что закончить все это без суда, комфортный тому, кто только поговорил. Коллеги медиатров. Да, коллеги медиатров там, что это такое, пояснил. Но там слово «коллега» все-таки хорошо звучит коллега. Ну, да, да. Коллеги. То есть, сразу раз, как-то весомость какая-то. Хорошо. Так, какой недостаток? Что вы увидели, что можно поздравить? Ну, и, конечно, деньги. То есть, если там она определилась, что вдвоем вот это вот… А, то есть, не знал. Не знал, не уверенность была картинки еще. То есть, не расследовали. Да, как встреча. То есть, не продумывал до конца вот это. То есть, эту последнюю часть, где, куда приходите, что будет? Он вроде бы согласен. Да, он согласился, спрашивает, с кем будет встреча. Здесь вот надо было пяночно продумать, что лучше, наверное, вдвоем сначала, чтобы привлечь, привлечение в генерацию. Именно привлечь его. Он не готов еще. Да, он еще. Один на один с Иван Ивановичем. Без судьи. То есть, он никак не такой стадирует, что… Может, он в первый раз и не хочет с ним верить. Да, с этим судьи. Я вот так его увижу. Хорошо. А как вы сами себе? Молодец. Ну вот да. Какие-то моменты, которые я просто начинаю с удовольствием плавать. Вроде, что выглевая ситуация, вроде ничего не говорит о том, что… Почему стали волноваться? Нет. Потому что я как бы не знаю, что отвечать, когда вот это там, с кем мы там… И это выглевает? Я просто поняла, что я не знаю, куда я его зову. Вот же у вас. Нет, там втроем мы там с Иван Ивановичем. Вот же мы приглашаем. Мы на какой стадии? В побуждении. В побуждении в какой стадии? Про индиаций. Про индиаций. Про индиаций. Про индиаций. Про индиаций. А это пока угол. Если с ним все… Проговорить, тем более, во время бесплатно. По суде. Подписывали, тут сказать. Он тоже сказал и говорит, обсудим. Да. Но подписывать… Я вообще понимаю, что люди этого свойства… Да, да, да. Они боятся, что вообще все юридическое их отталкивает. Ну, как бы… Опасность. Опасность. Была на какую-то вашу фразу. Да. Да. Это была реакция на вашу песню. Мы что-то про песню не сказали. Ну, это обсуждение просто. Это была моя реакция. Это я не сказал… Да. Это была моя реакция. Я не сказал… Василий, вылазил это… …when вам расскажете… Да.